Рынок недвижимости вышел из кризиса. Об этом говорят практически все. Горожане активно берут ипотеку. Многие уже хотят не просто дома и квартиры, а жилье повышенной комфортности. Причем не только в самом застраиваемом индустриальном районе Барнаула, но и в центре города. А между тем, застройщики в этом смысле предложениями уже не балуют. Сейчас они вынуждены решать свои проблемы, как работать в рамках отмены долевого строительства и в соответствии с новым генпланом города, по которому застраивать предлагают 15 территорий. Все в основном эти территории, они касаются застройки ранее застроенных территорий. Но при этом какой-то нормативной базы, как выкупать или скупать земельные участки, или расселять оттуда граждан, чтобы там не было заоблачных цифр, вот этого механизма на сегодняшний нет. Кстати, у многих застройщиков этот факт подчеркнул представитель депутатского корпуса края. При строительстве жилья не продуманы инфраструктура, парковки и не только. Все должно работать в скупе. То есть, если заходят застройщики, я так думаю, что социальное движение должно не опаздывать. Параллельно должны строиться и садики, и школы, и дороги. Аганов также отметил, что закон об отмене долевого строительства – это большой минус и для рядовых горожан, и для застройщиков. Хотя есть и плюс. По мнению представителя крупнейшего агентства недвижимости, через пару лет может вырасти спрос на малоэтажное жилье. Пока застройщики не очень жалуют этот сектор, но именно там можно получить живые деньги. А еще говоря о перспективе спроса, Геннадий Малков заметил, что она туманна. Необходимо специальное исследование рынка. Мы сейчас как бы говорим о том, что вот сегодня потребность вот такая, а что будет через два года, никто не знает, какая будет демографическая ситуация, кто будет подъезжать, кто будет отъезжать, какие семьи, какие потребности. Необходимость такой информации озвучили и представители банковской сферы. Кстати, по данным ученых, в последнее время студенты, которые приезжают из ближнего зарубежья, впоследствии получают гражданство и приобретают недвижимость. А потому жилье Барнаула необходимо разное, не только элитное. Выигрыши будет тот застройщик и тот риэлтор, подчеркнули присутствующие, которые будут продавать проработанные и разноплановые комплексы и квартиры. И не только в самом Барнауле, но и в его агломерации на Валтайске и Первомайском районе. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. Наши новости.